В Сургуте стало чище, но жалобы есть. 13 заявлений от жителей на несвоевременный вывоз мусора поступило в контрольное управление инспектором с начала года. С потеплением ситуация может усугубиться. Помимо обычных твердых отходов, у контейнеров появится крупногабаритный мусор. Подробности далее. На линию ежедневно выходят не менее 40 мусоровозов. В Сургуте более 2200 контейнерных площадок. И все они должны быть обслужены в срок. Зимой по регламенту твердые бытовые отходы выгружают один раз в три дня и увозят на специализированный полигон. В теплое время года при среднестучной температуре плюс 5 градусов и выше осуществляется не реже одного раза в сутки ежедневно. Также допускается отклонение вывоза отходов. Это не более 72 часа суммарно за весь месяц. Не все управляющие компании в Сургуте уложились в этот срок. С начала года инспекторам в контрольное управление жители города подали 13 заявлений за несвоевременную уборку мусора. Жалобы поступают в администрацию, в частности контрольного управления. Естественно, сотрудники, должностные лица выезжают для урегулирования вопроса. В основном жалуются на несвоевременный вывоз. Конечно, гражданам хочется сделать все побыстрее, вывезти мусор как можно быстрее. Поэтому стараемся реагировать на эти вопросы. Чиновники отмечают, что ситуация с вывозом отходов в Сургуте стала лучше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В контрольном управлении проанализировали количество жалоб. Но с подтеплением все может и усугубиться. Помимо обычных ТКО в сезон ремонтов, коммунальным компаниям приходится сталкиваться с крупногабаритным мусором, сломанной мебелью и техникой, складированной возле контейнеров. Они также относятся к твердым коммунальным бытовым отходам нашим. В этом случае делается заявка от управляющей компании для установки специального бункера для вывоза таких отходов для сбора и вывоза. Соответственно, региональный оператор предоставляет такой контейнер и мы, собственно говоря, это все вывозим. Отдельно это не рассчитывается. Расходы на использование накопительного бункера уже включены в ежемесячный платеж. За эту услугу оплачивать отдельно не нужно. Региональный оператор в течение года взвешивает отходы обычный и крупногабаритный мусор и выводит средний показатель. Это и есть индивидуальная плата за вывоз ТКО. Елена Каткова, Светлана Круковская, Роман Турбин, Вести, Югория, Сургут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова